Всем привет! Ветроган Страшный. Мы уже всех забрали. Чарли тоже, кстати. Сейчас приехали здесь. Завтракать приехали, а Чарли что-то это, ну чтобы он пописел. Вот и пойдем уже завтрак. Смотрите, какое море бушует. Время 9, полдесятого. Все, пошли в машину. Я кушать хочу. Я вообще без завтрака не человек. Первым делом, что я делаю? Нет, я просыпаюсь, умываюсь, а потом иду завтракать. Я без завтрака из дома не выхожу. Не знаю, мне сразу как плохо становится. Сил нет. В кафетрию идем. У меня даже кофе сегодня с сердцем. Правда сюда сахар высыпал и круассанчик. Всем доброго. Приятного аппетита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну вот мы приехали в аэропорт. Сейчас мы их оставим и поедем куда-нибудь. Вообще такая атмосфера аэропортная. Мне очень нравится. Такой какой-то нервак немножечко, что-то такое. В общем, приехали в Малагу. Пласса Майор. Здесь все магазины. Типа торговый центр, только под открытым небом. Скажем так. Рядом с аэропортом. Самолетик летит маленький. Ой, как пусто пахнут вот эти пончики. В общем, пошляю здесь. Тут почему-то тематика такая коровы. Не знаю почему. Вот. Погуляю, похожу, посмотрю. Вы представляете? Я так смеялась. Сестры, короче, одна сестра. У них самолет, по-моему, пол первого. В общем, чтобы не покупать еду, они себе сделали бутерброды. Вы представляете? Они сделали себе по одному бутерброду и два нам. Чтобы вдруг мы не проголодались и поели. Представляете? Потому что у нас есть бутерброды. Я говорю, а что пиво не положили? Или это... Или... Вот смотрю. Или кока-колы. Смеюсь. Кстати, следующее воскресенье нам нужно будет за ними идти, возвращаться. Они уже прилетят на неделю, да? Даже меньше недели. Сейчас просто вот так посмотрю какие-нибудь магазины, которые у нас нет. Еще вообще я туалет ищу. Потому что как бы ехали-ехали. Вот так. Здесь. Давно я здесь не была, сто лет уже. И что-то вот сейчас вспомнила. Говорю, поедем туда съездим. Погуляем. Ой, у Кика новая коллекция вышла. Сейчас пойду посмотрю. Помады вот такие новые. пахлава, рахат луку. Ну, а, Грася. Смотрите, это пахлава, рахат луку. Смотри, как все это вкусно. Мне вот этот магазин, кстати, нравится. Пойду загляну туда. Блин, ну сначала бы не мешало в туалет сходить. Естественные потребности, что поделаешь. Кстати, у меня муж тоже в туалет ищет. Но он там где-то недалеко, а с Чарли, чтобы... Ну, чтобы у Чарли у нас один не заскучал. Сестра позвонила, они уже все там оформили. Уже идут на посадку. Так что все хорошо. Так, где у нас Примор? Здесь все есть. А где туалеты, не пойму. Написано было. А, даже Меркадона есть. Ну, надо же. Наверное, может быть внизу. Так. Заблудилась. Я когда куртку выбирала, я, кстати, свою синюю куртку купила в САИА. Вот в этом магазине. Я смотрела вот эту куртку. Но мне напомнил это российский флаг. Смотрите. А так мне прикольно. Прикольно. Ну, такой вот тип. Нравился. Она как-то висит некрасиво. Ну, блин. Думаю, российский флаг как-то носить на себе не очень. Вот это тоже, смотрите, такой спортивный стиль. Интересное платьишко на каждый день. Почем она, 12 евро, наверное. А не 18. В общем, вот так. Господи, ритусы какие. Смотрите, какие туалеты. Интересные, да? Бумеранг. Не знаю, зачем сказала бумеранг. Не бумеранг, а это. Лабиринт. Ой, ну вообще дурочка. Такая иду, думаю, что-то не то. Как-то лабирант, бумеранг что-то другой, по-моему, словно. Ну, 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 на солнце там так тепло, хорошо. А даже, представляете, видела туристов в шортов, в майках таких вот коротких, 14-15 градусов было. Они идут такие, ноги все синие. Ну, типа Испания, солнце. Ну, это не всегда в Испании жара и солнце. Солнце-то, да, но не жара. И идут такие, как это, знаете, куры в советские времена. Синие такие все. В общем, я вошла уже здесь. Я там видела написано слово отлиц. Отлиц я вообще очень давно здесь не была. Ну, посмотрим. Там написано зона отлиц, но там, по-моему, закрыто все. Вот там. Или открыто, что-то я не пойму. Ну, ладно, пойду. Да нет, закрыто, наверное. Это, наверное, строится, может быть. А, или фиг его знает. Написано, добро пожаловать. Часы работы. Но, походу, это только откроется. Только не написано, когда. В общем. Жалко. Ну, ладно. Что, я все, что ли, обошла? Все? Больше ничего нету? Тут это зона еды. Так поняла, рестораны. А там покупать. Хорошо в Малаге можно вот так спрапросто ходить снимать. Не то, что в нашем городе, где меня уже все знают. Как бы, знаете, все-таки есть какой-то ю-ю ходить с камерой вот так, как дурочка. А здесь можно запросто записаться под туристку. Еще иду в Арлаку на русском. Так что, хотя здесь очень много русских в Малаге. Аэропорт буквально. Смотрите, смотрите. Здорово. Здорово. Так что, вот так вот у нас кино. Тут магазинов нету. Хотя вот там вот в конце были кое-какие магазины. Такие, знаете, ни какой-ше там, ни какой-то там Страдивариус. В общем, так красиво. Ну и как быть в Малаге, не заехать в Аутлет? Никак нельзя. Вообще, я хотела поехать на пляж, все дела. Но мужик, к сожалению, у него дела. И разъезжать, и кататься у нас нет времени. Я говорю, ну на полчасика меня заведи сюда. В общем, он, ладно, говорит, заведи. Ну где полчасика, там минут сорок. В общем, знаете, потом будет, конечно, озванивать где-то, где-то. А я такая, типа, не слышу. Ну, в общем, все как у всех. Вот. Так. Сейчас зайду сюда, посмотрю. Правда, я была уже, ничего не понравилось. Ну, так погулять. Вот, смотрите, уже елочки горят. Уже Новый год вовсю. Везде. Так. Приступим. Смотрю я вот на такие колготки. Сверху вот эти вот трусы. Знаете, что это напоминает? Когда надеваешь колготки. Сверху надо надевать трусы, чтобы колготки не спадали. Кто так делал? Я так делала. Вот прям вот смотрю, думаю, прям в идеальной трусы вообще. В общем, мы уже ввели с Малаги. Это где-то на полпути от Малаги до нашего города. Пока муж там лопает свои бутерброды, которые ему приготовила сестра. Я тут сделаю кружочек, скажем так. Погуляю, посмотрю. Хотя здесь то же самое, здесь же самые магазины. Но, знаете, проезжать мимо и не зайти, это как бы совсем не то. В общем, прохожу, пока он там с Чарли ест свой бутерброд. Сейчас в Асчин Дэмвай зайду, посмотрю, что там. Я, кстати, вот в тот магазин и не заходила, когда была в торговом центре. Сюда зайду. Я уже дома, муж уехал на работу, я осталась одна. Он съел всем бутерброды и мой, и свой. А я себе купила салат, Цезарь, и салат поем. В общем, что я купила? Я купила вот такой свитер. Вот, он такой толстый, мягкий. Ну как, он не мягкий? Здесь есть шерсть. 8 процентов. 8 процентов. Вот, но он мне понравился. Цвет такой синий, прям классный, да? И вот эти вот штаны, они как бы типа спортивные, но нормально. Вот так бегать, прыгать и скакать. Зашибись. Значит, свитер мне был, стоил он 40 евро. Это я вот в Корт Инглесе его просто не дадут купила. Так. Вот, видите, купила за 15. Был 40 евро, купила за 15. А штаны что-то вообще 9 евро стоили. Вот такие классные. Они удобные, и состав у них натуральный. Там хлопок, лен и чуть-чуть эластана. И труселя обычные. Такие вот натуральные. Купила это в Динос. Магазин называется. Так, 42 размер. Я хотела вам показать состав. Состав, вот видите, 95 процентов катон. Катон и 5 процентов эластан. Вот так. А ты что тут съел такой бедный, несчастный? Папа уехал. Ай, папа уехал. В общем, вещи отправляются в стирку, а я отправляюсь кушать. Желудок так, время пятый час. Да. Сумка собрана. Пора в бой. Я сегодня на сумму иду. Оле, 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 оле. Так, сейчас мне нужно, боже, какой мне тут бардак. Воду налить в мою бутылку. И достать мясо разморозиться. Потому что хочу сделать на завтра плов. Вот. Но пока надо этот бардак убрать. Я вот даже его показывать не буду, чтобы вас не шокировать. Машинка стирается. Хотя, может быть, дождь на завтра передают. Что-то я не подумала. Ладно, не важно. Нужно сначала достать мясо. А то забуду. У меня память такая. И налить в бутылку. Плов отменяется. Нету ни риса, ни моркови. И полулуковицы. Какой плов-то? Хотела сварить чечевицу. Чечевицы с гулькин нос. Нашла Маш. Буду варить суп из Маша и чечевицы. И чурису. О! И я его слепила из того, что было. А потом, что было, то и заглотила. А потом, что было, то и заглотила. Да, а что делать? В общем, варка супа это долгий процесс. Тем более, Маша у меня не замаченный. Блин. Слышит чуриса. Собрала весь мусор в пакетик вместе с чурису. И чуть не выбросила в помойку. Такая вот я хозяюшка. Если честно, я уже устала, как собака. Вот, поэтому буду с вами прощаться. До завтра. Всего вам самого лучшего. Подписывайтесь. Будет интересно. Обещаю. Так что, встретимся завтра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok